Друзья мои, всем привет! С вами Олеся. Это весной. Я была в Беларуси. В прошлом видео показывала вам жизнь в деревне в белорусской глубинке на границе с Украиной, а в этом видео мы будем в Гомеле. Куда пойти в Гомеле, где поесть, что посмотреть. В общем, покажу вам немного мой любимый город. Гомель я очень люблю. Больше всего мне нравится центр. Старый центр, где местами сохранились старинные здания. Это треугольник между улицами Советская, Ленина и Проспект Победы. Улица Интернациональная. И, в общем, параллельные им улочки, парк. В общем, вся старая застройка от Советской, Интернациональной и до набережной реки Сож. Красивые места, много деревьев и старые здания в стиле ампир и неоклассицизм в перемешку с современными постройками и частными домиками с традиционными наличниками и ставнями. В общем, тот еще и не грет, но довольно интересный и уютный. Когда я жила в Гомеле, то я много лет проработала в центре города. Вот это здание, в котором я работала, оно своим двором выходило прямо в центральный городской парк. Я очень часто гуляла в парке в обед, знаю его как свои пять пальцев и очень люблю это место. Так что сегодня пойдем с вами погуляем в центре. В знаменитом парке Румянцевых-Пацкевичей, в котором есть озеро с лебедями. Есть там парк аттракционов, пешеходный мост красивый через речку Сож. Охотничий домик и прекрасный дворцовый ансамбль. Памятник архитектуры 18-19 веков. Но прежде чем пойти в парк, надо поесть, конечно. Поэтому пойдем с вами пообедаем в кафе-дом на улице Ленина. Смотрите, что там предлагают, какая вкусная домашняя еда. Тыквенный суп-пюре, наваристый красный борщик, мясо с пюрешечкой, отбивные, манты, пирожные, тонизирующие чаи из ягод, облепиховый чай. Еще какой-то был, не помню, с рябины или с калины. Я не помню, с чего был, но был очень-очень вкусный. В общем, все было такое вкусное. И после итальянской еды такое, такое родное, такое вкуснятина. В общем, всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. Что, их надо выпускать сок или выпивать? А, они с дыркой уже продряют. Да, сверху там дырочка в мантах. Может, возьми ножиком? Горяченькие? Деньги мои, с вами Олеся. Всем добрый день, хорошего воскресенья. И сегодня я нахожусь в городе Гомеле. В потрясающем месте, в самом интересном, наверное, месте города Гомеля – это парк Румянцевых Пацкевичей. Сейчас воскресный полдень. Время около… уже близится к часу. И видите, здесь полно людей, все гуляют, прогуливаются семьями, дышат свежим воздухом. У нас весна, начало апреля. И видите, какая у нас сегодня чудесная погода. Здесь высажены клумбы и расцветут тюльпаны. Буквально через несколько дней будет невероятная красота. В парке находится дворцовый комплекс Румянцевых Пацкевичей. Достояние культурное города Гомеля, всей Белоруссии. Здесь очень интересно гулять, приятно, потому что парковый комплекс находится на берегу реки Сож. Здесь красивые виды, интересная ландшафтная архитектура. Кроме дворца, кроме парка, здесь есть интересное озеро, в котором живут лебеди, фонтаны, статуи, много интересных деревьев. И бегают белочки. Это одна из самых главных запримечательностей, то, что здесь бегают белочки. Стоит красивая церковь Петра и Павла. Сейчас она немножко скрыта за деревьями. Вот видите, она впереди. Я буду сегодня здесь гулять, проведу полдня вместе со своими детками, если позволит погода. Будем гулять, дышать, получать удовольствие. Потрясающий парк, широкие дорожки. Очень-очень интересное и любимое всеми место. А вот здесь вот на входе в парк собираются пенсионеры, люди в возрасте. По субботам, воскресеньям, сегодня вот они собираются в 3 часа. И когда они собираются, они поют тут песни, частушки, играют на гармошках, в бубны стучат. В общем, у них тут весело танцуют. Вот такая вот здесь воскресная атмосфера. Обожаю это место. Когда приедете в город Комель, обязательно его посетите. Музыка Музыка Ногами так раз, раз, раз. Ой, какая крутая. Кручаха. Кручаха. Не, Розалия вроде бы махает. Будем надеяться. Жесткая тошниловка, ребята. Я уже давно на этой горке не катаюсь. На этом аттракционе. Кручаха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дворцовый комплекс Румянцевых-Пацкевичей является памятником архитектуры 18-19 века. Сейчас в нем размещается музей с интересной экспозицией. Мне очень нравятся интерьеры здания, мне нравятся его галереи. И особенно в этот раз меня тронула выставка с утерянными церквями Гомеля. Там были макеты старинных церквей, которых больше нет. Я не знаю, это постоянная выставка или временная, но было очень интересно узнать и увидеть, что на территории города Гомеля раньше были такие внушительные и красивые церкви, от которых сегодня, к сожалению, остались только воспоминания. Субтитры сделал DimaTorzok Я приезжала в Гомель с дочками, в гости к родным. Мы были там больше двух недель, и это время пронеслось как один день. Вы знаете, когда нечасто получается бывать в городе, то вот в эти редкие приезды четко видно, как меняется место, как меняется город. Сервис стал еще лучше, хотя, казалось бы, куда уже лучше-то по сравнению с югом Италии. Машин во дворах стало гораздо больше. Поставили точки проката велосипедов. Многие дома перекрасили яркой мозаикой. Смотрится свежее, веселее. Вообще, после жизни в Италии детали местной архитектуры воспринимаются с большим энтузиазмом. Кажутся интересными и необычными. Что бы я отметила из плюсов? Из плюсов, ребята, медицина топ. Любое обследование у любого врача. Быстро, четко, комплексно. Я не знаю, как это описать, но я прям в восторге от медицины осталась. У меня не было времени ждать очереди в бесплатных, да, в обычной поликлинике. Я ходила в платные центры, и это всегда топчик. Кроме этого, из плюсов, появилось много новых стильных кафе и баров. Так что теперь и дневная, и ночная жизнь интересная вам обеспечена. Если вы приезжаете в Гомель в отпуск, ребята, вы найдете чем заняться. Вы найдете где поесть. Вообще без проблем. По сравнению с Европой, еда, проживание, питание дешевле. Такси в этот раз было такое дешевое, что просто сказка. Вы знаете, такси с семьей по городу иногда выходило нам дешевле, чем общественный транспорт. Например, поездка на маршрутке, она стоит, ну это такие мини-бусики, да, ходят по городу. Поездка на маршрутке по 2 рубля с человека. Вот мы вчетвером садимся, и нам получается 8 рублей было там из точки А в точку Б. А если посмотреть по приложениям такси, то можно найти за 4, 5, 6 рублей доехать. То есть дешевле, чем на маршрутке. После итальянских цен, ребят, я вообще в полном восторге осталась. Еще из плюсов нельзя не отметить. Отличные детские площадки в каждом дворе. Вот это то, чего родителям на юге Италии очень-очень не хватает. Еще больше шагнуло вперед цифровизация услуг. Ты не успела вот оплатить что-то по телефону в приложении, да. А в организации уже это все видят. И справочки быстренько все выдают. Электронные очереди. Оплата в транспорте. Все работает четко, как часы. Еще один плюс. Не надо сумку прижимать к груди, как новорожденного. Потому что какой-нибудь лихой бандит, проезжая мимо на мотоцикле, с вас ее не сорвет. В общем, как-то чувствую себя в этом плане немножечко более безопасно. Ну и вообще, все родное, все знакомое. Половина Семи тут живет. Но вот что бы я отметила в Гомеле из минусов, это то, что в центре срубили много деревьев. Вдоль центральных улиц, во дворах. Ну, заметно. Вот я не была несколько лет, да. И сейчас приехала, и это очень бросается в глаза. То, что срубили много деревьев. Говорят, они там болели, что-то была какая-то проблема. Ну, я не знаю, мне бы хотелось как раньше видеть зеленые улицы. Мне вот этого очень не хватало. Этих деревьев, которых не стало, да. Мне, например, их очень не хватало. Еще из минусов, это, конечно же, то, что в Беларусь из Европы сейчас добираться сложно. Я рассказывала в одном видео, что мы 12 часов простояли на границе, когда въезжали в Беларусь. Ребят, на границе 12 часов. Плюс еще надо как-то до самолета доехать, да. По территории Беларусь надо проехать, надо до самолета еще добраться. То есть, ребят, это очень физически тяжело. То есть, ну, не наездишься. Назад мы когда ехали, мы там схитрили, да, я перешла в другой автобус. Но сейчас пишут, что ввели дополнительный контроль транспортный, там билеты проверяют, еще что-то, не знаю, проверяют. Что-то, короче, проверяют эти автобусы. И уже вот в данный момент времени так легко не пересядешь. Я не знаю, это долго будет длиться, это проверка. Или, может быть, завтра это перестанут делать. Ну, вот на сегодняшний день в интернете пишут, что перейти как-то сложно из автобуса в автобус. Так что не знаю, ребят, не знаю. Еще, что хочется отметить по городу Гомель из минусов, да, это то, что в центре Гомеля там сделали перепланировку перекрестков. Очень много мест, вот именно на центральных этих улицах, да, на которых я всегда люблю гулять, на Кирово, там еще на каких-то было, сделали там перепланировку и поменяли места для светофоров и для пешеходных переходов. Наверное, это стало удобнее для водителя. Там сделали развязки такие кольцевые, да, и отнесли пешеходные переходы с перекрестка, их отнесли в сторону. То есть надо от перекрестка как-то вот отойти. Все это огородили, сделали там новые светофоры поставили, заборы поставили. Ребят, я понимаю, что для водителей стало удобнее, наверное, может, даже безопаснее, но для простого пешехода, когда ты ходишь по вот этим вот улицам, это, конечно, кошмар. Ну, может быть, к этому привыкаешь, к новым местам. Может быть, если бы я там дольше была, я привыкла, меня бы это не смущало. Но так как вот я наездами, да, вот была тогда, я иду по проторенной дороге, по которому я ходила 20 лет, и тут мне, опс, а здесь все перекрыто, и надо как-то обходить. Ну, в общем, как-то мне это, ну, не понравилось. Мне показалось, что то, что сделали, вот эта вот новая планировка для пешеходов очень неудобная. Видите, как чудесно в Гомеле перепланировали перекрестки. Вот мы идем по улице Кирова. Вы видите где-нибудь пешеходный? Я не вижу. Где-то там, где светофор, вот там пешеходный переход. А раньше это было сразу здесь, здесь, здесь. То есть можно было везде славно пешеходу перейти. Теперь нет, нет. Теперь все это очень сложно. Сомнительное решение, неудобно для пешеходов. И видите, здесь раньше деревья по этой улице росли, вот с этой стороны. Все, деревьев нет. И это очень грустно, потому что это одна из самых загазованных улиц города. Видите-ка, все, нет деревьев. Все это летит дома, дышим. Короче, это мне не понравилось. В магазинах, конечно, все есть самое необходимое. Есть то, чего нет в Италиях. Но, тем не менее, что касается свежей зелени и свежих фруктов, овощей, то, конечно, здесь в Беларуси выбор был меньше. Я уже настолько, конечно, привыкла в Италии, что у нас такой большой выбор всякого такого вот фруктов, овощей и зелени. Здесь все это растет. Оно поступает в магазин прямо вот в тот же день, когда его сорвали, срезали, и оно все наисвежайшее, отличного качества. Вот этого вот мне всего не хватало. А что касается одежды, мне показалось, что выбора всяких магазинов одежды гораздо меньше, чем у нас в Италии. Но на самом деле у меня не было времени по магазинам ходить, поэтому даже и могу ошибаться. Ну, на самом деле минусы найти было сложнее. Да, я вот сейчас побыла в Гомеле, осталась под таким впечатлением хорошим. Мне было там так хорошо, что я вот сейчас те минусы из пальца высасывала. Гомель милый, уютный. И там сыночек мой, и мамочка, и сестричка, и подружки. В общем, так хорошо здесь, что никуда уезжать и не хотелось. Ночной Гомель, речка Сож, там парк. Детишки мои там болтают. Красота. Позади Волотова, а с этой стороны ее Кубовка. А вот там вот Белеца, Новобелеца. Ой, люблю этот мост, кстати. Его, по идее, должны вот-вот отправить на реконструкцию. Пешеходный мост через речку Сож. Обожаю. Обожаю тут гулять. Классно в Гомеле, ребята. Ребята навешали замочков здесь. Я этого не помню, чтобы здесь такое делали, на мосту, на Сожском. А Ваня говорит, что это здесь всегда было. Он помнит, а я не помню. Вот так вот. Кстати, друзья мои, поужинаем. Мы сегодня тоже в парке. Здесь есть ресторан Прованс, в котором очень вкусно кормят и вкусно поят винами, какими-то настойками с необычным вкусом. Лавандовое вино, фиалковое, ягодное, шоколадное. В общем, мы перепробовали кучу разных вариантов. И несомненный фаворит у всей моей семьи – фиалковое вино. Вы когда-нибудь пробовали фиалковое вино? А под рестораном Прованс, кстати, там какой-то интересный модный бар. Так что при желании можно продолжить вечер этажом ниже. Так, пицца. Так, ребят, мы в Провансе сетим. Заказали пиццу. Говядина барбекю и соус чеддер. И сыр чеддер. Смотрите, моментально разлетелась. Такая вкусная говядина. Это нежнейшая тает во рту. Вообще супер класс. Вот такой влог из Гомеля у меня получился. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите ваши любимые места в Гомеле, куда пойти, что посмотреть, где покушать. Увидимся с вами очень-очень скоро в следующем видео. Чао-чао, всем пока-пока.